Йоу, всем салют! Думаю, многим знакома ситуация, когда вдруг возникает внезапное желание залипнуть в какой-нибудь хороший сериал. Возможно, что-то высокооцененное и культовое. Но видя 10 сезонов, 130 часовых эпизодов и готовящийся к выходу новый сезон, как-то сразу понимаешь, что не особо тебе и хочется во все это погружаться. Бывает, конечно, что именно такое вы и искали, но гораздо чаще душа требует чего-то более концентрированного и не столь длительного. Так вот, в таком случае на помощь приходят мини-сериалы. Только один сезон, законченная история, крутые авторы и исполнители. Можно посмотреть за выходные или пару вечеров. Такие критерии выбора были определяющими. И получилась отличная, довольно разнообразная подборка. Каждый сможет найти зрелище себе по вкусу. Приятного просмотра! По моим наблюдениям, про Мэйр из Эстауна знают как-то незаслуженно мало людей. Признаться, я и сам упустил момент выхода, да и смотреть начал только после чьих-то случайных восторженных рекомендаций в интернете. А оказалось, что это действительно прекрасный проект и видится мне главный триумфатор будущего нагородного сезона. У сериала уже 16 номинаций только на Эмми. Так вот, Мэйр из Эстауна – это семейная драма, которая хорошо притворяется драмой криминальной. Главная героиня в исполнении Кейт Уинслет – детектив в тихом маленьком городке. На ней больше года висит дело о пропаже девушки-подростка. Она в процессе развода со своим мужем, в процессе воспитания дочери и внука, в процессе принятия факта самоубийства сына. К этому добавляется еще одна проблема – внезапное убийство школьницы. Мэйр приступает к расследованию, попутно все же пытаясь наладить собственную жизнь. Сердце сериала – Кейт Уинслет. Искренне считаю, что воплощение персонажа Мэйр – лучшая за ее карьеру. С первого и до последнего кадра она абсолютно убедительна в любом своем проявлении. Сомнений, что эта женщина – прожженный детектив с изломанной судьбой, живущая только своей работой, не появилась ни разу. Каст и режиссура в целом – самые сильные стороны сериала. Все на своих местах. И неожиданный Гай Пир с Севеном Питерсом, и подружка толстого друга Человека-паука в роли дочери, и фактурнейшая мать, и муж, и друзья, и соседи, и все. Ну и, конечно, чувак, восседающий в режиссерском кресле – Крейг Зобил. Он грамотно задает атмосферу мрака и опасности, не скатываясь при этом в полнейшую черноту и безысходность. Повествование часто дарит нам теплые и приятные моменты. В сериале любопытная детективная линия с парой не самых ожидаемых поворотов, яркие, вызывающие интересы сопереживания персонажей, отличная музыка и операторская работа, и самое главное – шикарно прописанная и отыгранная ключевая героиня. В общем, все критерии отличного высокоуровневого шоу сериалом соблюдены. Можно разве что докопаться до довольно очевидных фемпосылов, но мне лично это никак не мешало получать удовольствие от просмотра. У режиссера, в принципе, и до этого были любопытные проекты. «Нестыдная прошлогодняя охота», «Зетт значит Захария» с «Моей любимой Зайей», отдельные эпизоды «Оставленных» и «Мира Дикого Запада». Но, думаю, теперь, после «Превосходной Мэйер», его ждет активная волна новых интересных предложений. Как минимум, таких же интересных, как приключения Джона Хилла и Эммы Стоун в сериале «Маньяк». В принципе, один только этот актерский тандем способен сделать любой проект потрясающим. Но тут список замечательных имен чутка побольше. Например, шоураннер-сценарист Патрик Сомервиль, в послуженном списке которого вновь мелькают «Оставленные». Колоритные и второстепенные персонажи в исполнении Джастина Тару, еще один салют «Оставленным», Салли Филд, Билли Магнусона и Санои Мидзуно, играющий доктора Фуджиту. Тут хочу передать привет всем любителям горячих азиаточек. Манс, как скажешь. Ну и человек, наличие которого в этом сериале стало для меня в свое время основной причиной ожидания выхода. Это мистер Фукунага, Кэрри Фукунага, режиссер всех эпизодов «Маньяка». И да, пользуясь случаем, первый сезон настоящего детектива – лучший сериал в мире. Но вернемся к «Маньяку». Это черная комедия с элементами психологической драмы в научно-фантастическом сеттинге. В центре сюжета – истории девушки Энни и парня по имени Оуэн. Тяжелые жизненные обстоятельства сводят их в одной точке. Они участвуют в добровольном тестировании экспериментального лекарственного препарата. Таблетки обещают исцеление души и разума. Герои должны заново пройти через самые травматические события прошлого. И с помощью препарата стать совершенно здоровыми. Но, конечно, эксперимент идет не по плану. Что-то ломается и выходит из-под контроля. Тогда и начинается самый сок. Увлекательная, неожиданная, остроумная, смешная, качественная дичь. Рассказывать не буду, но, поверьте, удивляться и кайфовать тут есть с чего. Будет странно, забавно, иногда печально и непонятно, но всегда залипательно. Может быть, чуть тяжеловато в начале, но стоит втянуться и зацените по-любому. Очень приятная тема. А еще одна приятная тема. Летать над Европой, сбрасывая бомбы, взрывая мосты и уничтожая батальоны противника. Нет? Вы что, хотели бы избежать такой обязанности? Отказываетесь выполнять норму полетов? Ищите любую причину для откоса? Тогда, скорее всего, вас зовут Джон Йосариан. Друзья называют вас Йо-Йо. И вы главный герой поправки 22. Ну или просто любой адекватный человек. Так вот, поправка 22 – это ироничный и сатирический взгляд на Вторую мировую войну через призму экстравагантности и, привет, маньяк, черного юмора. История показывает нам воинскую часть, в которой происходит множество забавных и невероятных ситуаций. Йо-Йо – наводчик на самолете-бомбардировщике. Он в этом довольно хорош и поначалу добросовестно выполняет возложенные на него обязательства. Он хочет побыстрее отлетать установленное количество полетов и отправиться домой. Но проблема в том, что командование постоянно придумывает причины для увеличения нормы полетов. И тем самым помещает бойцов в бесконечную бомбардировочную петлю. Перепробовав множество способов избежать дальнейшего несения службы, Йосариан решает притвориться сумасшедшим. Ведь сумасшествие – официальная причина отстранения. Вот тут мы и сталкиваемся с таинственной поправкой 22. Это постановление, которое гласит, что любой, кто добровольно признает себя сумасшедшим, будет освобожден от армии. Но такое признание как раз таки якобы и говорит о вашем полном здравомыслии. Это не поправка, а уловка 22. Как уж есть. Этот нелепый парадокс не зря вынесен в название. Он является квинтэссенцией всех абсурдных приказов и правил, применяемых в армии, а также объяснением безумных событий, происходящих в сюжете. И кажущиеся вначале веселыми и юморными устройства роты, армии и военного общества в целом, позже все чаще и чаще приводят к кровопролитию и трагедии. Сериал является экранизацией одноименного романа Джозефа Хеллера. Писатель лично участвовал во Второй мировой. Как и свой герой, он служил наводчиком-бомбардиром. Поэтому написанное хоть и подано, намеренно утрировано и несерьезно, но имеет под собой вполне реальную основу. Люди из киноиндустрии тут тоже собрались непростые. Одним из шоураннеров и продюсеров является Дэвид Мишо. Режиссер таких картин, как «Король» с Тимофеем Шаломеем, «Машина войны» с Питом и, тут жирнейшая отсылка к моей дипломке, фильма «Ровер», где играют Гай Пирс и Роберт Паттинсон. Дэнни Оушен срежиссировал пару эпизодов и сыграл небольшую, но яркую роль. Среди других известных актеров – Кайл Чендлер и Хью Лори. А из молодых я бы отметил самого Йо-Йо. Это американский актер Кристофер Эбботт. Где-то вы уже могли его видеть. Я вот, например, помню, что он был в первом сезоне «Грешницы». Но думаю, что именно этой ролью он открыл себе несколько перспективных дверей в будущее. А еще он иногда очень напоминает мне Джона Сноу. Если согласны, напишите в комментариях. Ну а мы двигаемся дальше и доходим до Риза Ахмеда в тюремной камере. Как он там оказался? Предположительно, его посадили туда за убийство молодой девушки. Но виноват ли он? Вот на этот вопрос сериал «Однажды ночью» и попытается вам ответить. А Джон Туртура в роли адвоката будет всячески помогать в процессе. Это вторая криминальная драма в сегодняшнем списке. Но в отличие от Мэй Ризы Стауна, здесь основной акцент все же делается именно на расследовании преступления. Итак, кратко о сюжете. Однажды ночью парень по имени Нас берет у отца машину и отправляется на вечеринку. По пути он подбирает девушку. Между ними завязывается приятная беседа, возникает некая взаимная симпатия и вместо вечеринки парень проводит ночь с девушкой. Секс, алкоголь и наркотики. Шалость удалась. Но наутро Нас обнаруживает себя в залитой кровью комнате и с заколотой девушкой, лежащей рядом. Парень ничего не помнит и скрывается с места преступления, прихватив с собой нож. Чуть позже его останавливают за дорожные нарушения. Отвозят в участок, у него находят нож и в результате Наза еще и опознают свидетели. Короче, парень конкретно попал. Но он клянется, что ничего не помнит. Он ведь никогда не нарушал закон. Он воспитан и образован. Он примерный сын из хорошей мусульманской семьи. Такой образ как-то не слишком вяжется с жестоким убийством. Так же думает и адвокат Джон Стоун, который туртура. Он заинтересовывается этим делом и решает взяться за него. А дальше очень постепенно, увлекательно и с явным мастерством раскрываются события ночи убийства и причины к этому убийству приведшие. Возникают новые подробности. Появляются другие подозреваемые. Находятся дополнительные улики и мотивы. Меняется взгляд на образы героев. Все больше размывается грань правды. Сериал грамотно играет с нашими ожиданиями и умело их обманывает. Детективная линия хороша. Хороши исполнительные главных ролей. Особенно туртура. Тогда еще не особо известный Ахмед впервые действительно показал широту своего актерского диапазона. Майкл Кеннет Уильямс, как всегда, оказался прекрасен. Персонажи по-правильному неоднозначны. Их характеры отлично прописаны. Но по-другому и вряд ли могло быть. Ведь за сценарий отвечали Ричард Прайс и Стивен Зеллиан. И если первый это в большей степени все-таки прослушка, что уже немало, то вот второй это список Шиндлера, Пробуждение, Вся Королевская Рать, Гангстер и Банды Нью-Йорка. Зеллиан еще и срежиссировал большую часть эпизодов «Однажды ночи». Поэтому рандеву с сериалом имеет все шансы стать для вас памятным событием. Также имеют склонность запомниться и забытые богом Скотта Фрэнка. Он тут и сценарист, и режиссер. И чтобы понимать, что чувак умеет делать хорошо, стоит просто глянуть на его фильмографию. Он работал над сценариями к фильмам «Достать коротышку», «Вне поля зрения», «Особое мнение» и «Логан». Фрэнк поставил две довольно крепкие картины. «Обман» с Джозефом Гордоном Левитом и «Прогулку среди могил» с Лиэмом Нисоном. А также шикарный прошлогодний ход королевы. Из «Обманов, забытый богом» режиссер прихватил с собой актера Джеффа Дэниелса, который играет в сериале одной из главных ролей. Он – Фрэнк Гриффин, жестокий, безжалостный главарь банды. На последнем задании его приемный сын и партнер по делам Рой Гуд ранит его в руку, избегая с награбленным. Гриффин отправляется на его поиски и след приводит его в небольшое поселение, где в результате несчастного случая остались жить одни женщины. На дворе 1884 год, и это Дикий Запад. А значит, вас ждут некоторые ожидаемые атрибуты вестерна. Загадочный главный герой, бандиты, индейцы, жестокие перестрелки, дуэли и погони на лошадях. Но «Забытые богом» – это в первую очередь добротная драматическая история и сильные актерские работы. У Джеффа Дэниелса за карьеру набралось немало отличных серьезных работ. Но если он помнится вам только по тупому и еще тупее, то вот этот сериал может легко обновить портрет актера в вашей галерее воспоминаний. Персонаж и его исполнение получились выше всяких похвал. Также весьма хорош и Джек О'Коннелл в роли Роя Гуда. Теперь, если мне надо будет назвать лучшую его работу, я, скорее всего, скажу, что это «Забытые богом», да простят меня Анджелина Джоли и ее «Несломленный». Нельзя не отметить и Мишель Докери со Скутом Макнейри, а также Томаса Броди Сангстера. Они значительным образом способствуют качественному восприятию как актерской составляющей, так и всего сюжета в целом. В общем, если вы любите атмосферный сеттинг, хорошие драмы и крутые работы актеров, то стоит обратить свое внимание на «Забытые богом». Вряд ли пожалеете. Ну и назову еще два сериала, которые точно запрещено пропускать, но про которые и так уже все все узнают. Это «Чернобыль» и «Ход королевы». Тут даже и говорить ничего не надо. Несомненное и безусловное смотреть обязательно. Если решите глянуть что-то из названного сегодня, друзья, то приятного просмотра и возвращайтесь с отзывами. Будет интересно почитать. На этом попрощаемся. С вами был 320 Дед. Всем спасибо и до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!